Всем доброго времени суток! Итак, давайте разберем памятку. Что обозначает маркировка на пластиковой посуде? Значок рюмка, вилка. Самый важный маркер. Он свидетельствует о пригодности пластиковой посуды для контакта с пищевыми продуктами. Если такой значок перечеркнут или отсутствует, пластиковые изделия не предназначены для пищевых продуктов. Треугольник из трех стрелок, знак вторичной переработки сырья, символизирующий замкнутый цикл, создание, применение, утилизация. Иными словами, посуда или упаковка, маркированная тремя стрелочками, пригодна для последующей переработки. Цифры внутри треугольника говорят о типе переработанного материала. С 1 по 19 пластик, с 20 по 39 бумага и картон, с 40 по 49 металл, с 50 по 59 древесина, с 60 по 69 ткани и текстиль, с 70 по 79 стекло, маркировка пластиковой посуды. Первое. Пи-Е-Ти или Пи-Е-Ти-Е. Полиэтилен терефлатат. Используется для изготовления упаковок, бутылок, коробок, банок и т.д. Для разлива прохладительных напитков, соков, воды. Также этот материал можно встретить в упаковках для разного рода порошков, сыпучих, пищевых продуктов и т.д. Второе. ХДПЕ или ПНД. Полиэтилен высокой плотности, низкого давления. Используется для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Для изготовления игрушек. Считаются безопасными для пищевого использования. Третье. Пи-Ви-Си или ПВХ. Поли-Винихлорид. Используется для труб, труба, садовой мебели, в напольных покрытиях, для окон, профилей, жалюзи, бутылок моющих средств и клеенок. Материал является потенциально опасным для пищевого использования, поскольку может содержать диоксины, бисфенол А, ртуть, кадми. Четвертое. ЛДПЕ или ПВД. Полиэтилен низкой плотности, высокого давления. Используется в производстве полиэтиленовых пакетов, гнущихся мягких упаковок и для изготовления изделий, допущенных для упаковки и укупорки лекарственных средств. Пятое. ПИПИ. Полипропилен. Используется в автомобильной промышленности, оборудовании, бамперы, при изготовлении игрушек, а также пищевой промышленности. В основном при изготовлении упаковок. Полипропилен выдерживает высокие температуры, поэтому посуду можно использовать для горячей еды и напитков. Контакт с алкоголем возможен, но нежелателен. Шестое. ПС. Полиэстирол. Используется для изготовления плит, теплоизоляции зданий, пищевых упаковок, столовых приборов и чашек, коробок CD и прочих упаковок, пищевой пленки и пеноматериалов, игрушек, посуды, ручек и т.д. Посуда из полистирола пригодна исключительно для холодных пищевых продуктов и прохладительных напитков, поскольку при нагревании или контакте с горячим выделяет стирол, высокотоксичное вещество. Посуда из полистирола ни в коем случае не должна использоваться для горячих продуктов, горячих напитков для разогрева еды в микроволновке, а также в качестве емкости для алкогольных напитков. Седьмое. Овер или О. Прочие. К этой упаковке относится любой другой пластик, который не может быть включен в предыдущие группы. Поликарбонат не является токсичным для окружающей среды, альтернатива пластиковой посуде. Вместо пластиковой посуды безопаснее использовать посуду из бумаги. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на нас. Всего доброго. До новых встреч. Всем доброго времени суть.